Всем привет! Сегодня у меня поступил заказ на рыбные котлеты от мужа, и он сказал, что я обязательно взяла для вас рецепт этих рыбных котлет, потому что я их очень сильно любит, и, наверное, хочет поделиться с вами, чтобы вы тоже себя побаловали. Рыбные котлетки у меня будут с морковным салатиком, очень простым, но очень-очень-очень вкусным. Итак, для начала что нам понадобится? Нам понадобится рыбный фарш, сухари панировочные, мука, 2 яйца и 2 луковички. Ну, маленькие, если большие, то одна. Но я сделаю еще по коню и сделаю эти рыбные котлеты еще более полезные. Как? Если мне не будут мешать, я добавлю шпинат. Итак, начнем. Для начала я смешаю... Так как я не люблю куски лука в котлетах, вообще, в принципе, не очень люблю лук, я его смешиваю в блендере, блендурую, чтобы он вообще почти не чувствовался. Блендурую это вместе с яйцами. Ну, погнали! Добавляем в эту массу шпинат, и я еще добавлю укропчика. Вы можете добавить любых специй, которые вам нравятся. Я добавляю укропчик, соль, перец. Все, в принципе, никаких других специй я не добавляю, потому что я очень люблю рыбные котлеты, что на удивление у меня получаются. Я жарю рыбные котлеты, и при этом у меня совершенно не получаются обычные мясные. Мы это все дело смешали. У нас получилась вот такая вот жижка. Теперь туда мы добавляем наш рыбный фарш, добавляем муку, добавляем панировочные сухари и немного оливкового либо сливочного масла топливого. По желанию. Теперь формируем котлетки и будем обжаривать их. Именно обжаривать и не жарить. Да, что ты хочешь мне сказать, потому что потом мы будем доводить их до ума, до готовности, уже в духовке. Просто обжариваем до красивого цвета, сложим формочку, накроем фольгой и отправим в духовку, ну, наверное, на минуты 15-10-15. Все увидите. Кстати, если у вас фарш получился слишком жидким, можете добавить еще панировочных сухарей. А если слишком сухим, там, или водички, или молочка. Вот, у меня, в принципе, получилось нормально. И еще, что хотелось сказать про шпинат. Шпинат обязательно нужно использовать именно молодые листочки, потому что взрослый шпинат много есть, тоже не очень есть хорошо. Да, именно, скажи, да. Потому что во взрослом шпинате очень много, что ты мне принес, спасибо, очень много щавелевой кислоты. Она очень сильно вымывает кальций из организма. Так что имеется в виду. Все салатики и, в принципе, шпинат едим молодой. Что равно. Ну, вот такие вот у нас веселенькие, зелененькие получились котлетки. Добавляем немножечко водички, чуть-чуть, чтобы они были еще посочнее. Закрываем это все, делая фольгой. И отправляем в духовку примерно 190-200 градусов на 10-15 минут. В принципе, этого хватит. Пока наши котлетки доходят к духовке, мы займемся салатиком. Нам понадобятся семечки патолуха, очищенные. Мы сейчас их обжарим на сухой сковороде без масла. Если хотите, можете с маслом, потому что без масла получается менее жирно. Добавляем морковку на вот такой мелкой терке. Да, морковку. Я же сказала, что вам понадобится морковка, нет? Я же говорила, что будет морковь на салат. В тертую морковь добавляем обжаренные семечки наши. Не горячие, конечно же, охладеют перед этим. И делаем заправочку. Заправочка у нас будет ничего такого, просто майонезик, зубчик чеснока и соль. И все это дело перемешиваем. Много майонеза не надо, потому что если морковка хорошая, а у нас сейчас хорошая домашняя, сочная, она сама даст сок. И поэтому, в принципе, майонез нужен просто для того, чтобы вот связать вот тут немножко сольку, чесночок, ну и, конечно же, чтобы он не был настолько полезным. Если у вас сухая морковка, тогда, возможно, придется добавить немножко майонеза побольше. В общем, смотрите по вкусу. В принципе, чеснок тоже пробуйте по вкусу, потому что кому-то нравится поострее, можете побольше чеснока добавить. Я добавила только один зубчик, потому что с расчетом, что у меня еще ребенок поедет, не хотелось сделать очень корейский салатик. Ну и соль тоже по вкусу. Ага, горячая! Ой, горячая! Костя, ну аккуратненько, маленькими кусочками. Ммм, ням-ням, да? Ой, вкусная рыбная котлетка. Ммм, ням-ням! Ну как горячо, оно вкусно, да? Ой, как горячо! Даже ребенок ест рыбные котлеты.